Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня с остальными от подписчиков. Кроме того, друзья, сегодняшнее видео я хотел бы начать с прокачки героев. Именно об этом попросил подписчик с ником Док Мок. Он написал третьим, он попросил, чтобы я улучшил команду ведения и передал привет. Что ж, большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям и подписчику с ником Док Мок. Итак, давайте-ка посмотрим, какая у нас команда с черепашками ведения. Вот он Лео, довольно-таки крут, выглядит забавно, классно, прикольно. И когда на него нажать, делает вот такой вот забавный трюк. Вот он прокачан у нас по максимуму, дальнейшая прокачка невозможна. Итак, посмотрю, что у нас еще делается с Рафом ведения. Раф ведения у нас тоже, по-моему, прокачан до максимума. Да, вот так круто он выглядит, нажав на него, делаем трюк когтями. Супер. Итак, все способности на максимальной седьмой ступени. А вот с Микки Ланджело и Донателлом не все так радужно. У Микки только первая способность на максимальной ступени, остальные на шестой. И, по-моему, для дальнейшей прокачки у меня не хватает особых платиновых ингредиентов, которых можно выбить только вот в платиновых испытаниях. Что ж, ничего критичного. Вот и с Донателло ведение та же ситуация. Вот первая способность на максимальной седьмой ступени, а для дальнейшей прокачки нужны особые платиновые ингредиенты. Что ж, ничего страшного, друзья. Вот, к сожалению, с прокачкой сегодня не задалось, но мы можем пойти в битву и сражаться с составами от подписчиков. Итак, друзья, первым написал подписчик с ником Николай Николаевич. Он попросил команду Супер Шреддер, Сплинтер, Тигрин и Коготь и Донни из мультика. Ну что ж, друзья, давайте-ка я попробую сложить этот состав. Причем Сплинтер и Донни из мультика сразу же у нас попали. Вот, давайте-ка я еще выберу Супер Шреддера. Вот, и там останется, по-моему, еще один персонаж. По-моему, подписчик только четырех героев попросил, чтобы я написал. Итак, перепроверяю. Супер Шреддер, Сплинтер, Тигрин и Коготь и Донни из мультика. Да, да, всего лишь четыре героя, но они достаточно крутые, что поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы вот с тем, чтобы победить, уничтожить противника. Итак, вперед. Очень необычная команда, друзья. Все герои разные, обратите внимание. Вот, между ними нету как бы вот два негативных и два положительных персонажа. Вот, ну как-то так. Что ж, начнем битву, друзья. И первым делом мне надо выбить Рафа Классического, так как он является довольно-таки серьезным лекарем, да и массовая атака, больно кусается. И Тигриному Когтю удалось срать ударом своей мечеты и снять половину здоровья. Кроме того, навешать негативный эффект, дебаф, а вот постепенное умещение здоровья Рафа Классического. Вот, но не стоит недооценивать врагов. Урони достаточно высоки, поэтому дальше я усиливаю нашу команду благодаря особой технике Супер Шреддера. Вот, активировав свое сердце, он усилил защиту нашей команды и вот активировав баф положительный эффект, это исцеление на три хода. Супер, ну и раз уже пошло улучшение команды, давайте-ка еще пусть Плинтер еще улучшит наш состав при помощи медитации. Вот, супер. Ну а теперь пытаемся добить Рафа Классического, для этого Донни швыряет бомбы. Да, враг уничтожен. Пошла уже вражеская атака, пытался атаковать Доктор Руквелл. Да и Бибоб не промах, смотрите, что он творит. Вот при помощи гранатомета атаковал Супер Шреддера, урон незначительный. Ага, и вражеский Донни уже в свою очередь прокачал дополнительную защиту. Стиранка стреляет из пулемета, Сплинтер контратакует, и я думаю, пришло время использовать вот морозный бластер Тигриного Когтя. Он попытается заморозить Доктора Руквелла вот вовремя. Вовремя он это сделал, и кроме того, наиболее опасный враг это Стиранка. Его и попытаемся выбить. Для этого Супер Шреддер метает свои косины и Кунаи, и Стиранка выживает. Что ж, обидно-досадно, ну ладно. Итак, ударом Тайны Катаны Сплинтер его добивает. Супер. Вот, здорово. Итак, оставшихся врагов давайте-ка попробуем забросать сюрикенами. Это уже Донни из мультика. Вот, пытается использовать массовую атаку. Вот, как-то не задалось. Пошла ответка. Вот, ага, Тигрин и Коготь оглушен. Но у нас есть Супер Шреддер, который может использовать Супер Удар. Ванзай и Костины и Кунаи в землю, шипами из-под земли. Он наносит просто колоссальный урон, выбивает Донни мультяшного, вышивает Бибоб классический, но ненадолго. Сплинтер бьет по уязвимым точкам и уничтожает противника. Просто-просто супер. Ну что ж, вот такая вот хорошая победа. Идеальный бой, идеальная победа. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, прорываемся по турнирной лестнице и берем следующую команду от подписчицы Линой Потомской. И она попросила, чтобы я взял Рок Стэдикролика, Лиа Оригинального, Эйпли Кунычи, Донни Классический и Паукус. Ну что ж, друзья, давайте-ка попробуем взять эту команду. Итак, выбираем противника позабавнее, поинтереснее. Вот, кстати, смотрите, друзья, с морозной кошкой. Мне кажется, так будет забавно. Итак, мне нужен Рок Стэдикролик. И, насколько я знаю, подписчицу Лину Потомской, она берет команды подряд. Интересно, на этот раз случится так же или нет. Итак, Рок Стэдикролик. Вот он. Дальше подписчица попросила, чтобы я взял Лиа Оригинальный, Эйпли Кунычи, Донни Классический и Паукус. Да, 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 да. Итак, благодарю Лину Потомской. Вот, подбирает подряд команды и очень удобно играть. Ну что ж, вперед. Итак, давайте-ка сразимся этим составом и посмотрим, насколько он будет хорош. Отлично. Итак, конечно же, морозную кошку я попробую выбить в первую очередь, пока она не начала лечить врагов. Для этого Паукус наносит удары когтями. Вот морозная кошка выживает. Ненадолго. Вот Лиа Оригинальный в прыжке бьет катаной и все-таки выбивает противника. Супер. Ну что, враг уничтожен. Кроме того, Микеланджело классический прокачивает дополнительную атаку. Ну, а я в свою очередь буду атаковать Криса Брэдфорда, пока он не прокачал усиление атаки либо защиты. Вот не сумела Эйпли Кунычи выбить Криса Брэдфорда. Вот, но я надеюсь, что Донни, выстрелив из телепортационной пушки, добьет противника. Мощная атака. И да, Крис Брэдфорд выбит. Вот, пошла ответка. Бибоп из фильма метает взрывчатку, подрывая и снимая часть здоровья со всего нашего отряда. Ну, моя месть будет жестока. Давайте-ка мы отомстим Бибопу. И Рокстедик Ролик его попробует забодать. Итак, разбежавшись, скользит на животе, бодает и сносит большую часть здоровья Бибопа. И да, вот еще одна ответка от врагов. Донни классический использовал кофейную машину, как ракету. Подорвал ее возле нашего отряда, снес еще часть здоровья. Кстати, довольно-таки здорово досталось нашему отряду. Ну, я думаю, давайте-ка добивать Бибопа. А потом сейчас попробуем использовать массовые атаки. Итак, да, вот, Лео оригинальный рубит экран и осколками забрасывает врагов. Урон минимален. Я, честно говоря, ожидал большего. Ну, возможно, супер атака массовая Эйприл Кунича нанесет больше повреждения. Итак, вот, используя способность перезагрузку, она взлетает в воздух и цепными молниями поджаривает и уничтожает врагов. Что ж, это было круто, это было здорово. Хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Так, прорываемся все выше по турнирной лестнице и мы попадаем в Лигу Мастеров на вторую звездочку, где играют, опять же, довольно-таки сильные бойцы. Вот, максимальная, друзья, это Лига Мастеров, где играет, где третья звездочка. Но сейчас здесь тоже довольно-таки сильные и крутые бойцы. Ну, что ж, друзья, беру следующую команду от наших подписчиков, и это вот у нас команда от Мишель Садатшоев. Садатшоев. Ну, по латинице написано, надеюсь, правильно прочитал. Итак, Мишель попросила состав Астрозуб, Супер Шедер, Лео Космос, Микки Мультик и Усаги. Вот, друзья, я попробую вот сразу же собрать этот состав. Итак, Астрозуб, Астрозуб. Вот где-то здесь он посерединке должен быть, если я не ошибаюсь. Кстати, там, по-моему, был Микки Мультяшный. Вот сразу же его найду, чтобы потом не искать. Итак, Саблезуб есть, но мне нужен Астрозуб. Астрозуб, 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 где же ты? Ты нам нужен в этой битве. Пока не вижу, но где-то сейчас он найдется. Итак, друзья, по-моему, я его пропустил. Да, я пропустил Астрозуба. Повнимательнее сейчас пересмотрю. Итак, Астрозубушка, ты нам нужен в этой битве. Где же ты? Где же ты? Итак, Кожеголов, Саблезуб, Астрозуба, друзья, а вот он, вот он Астрозуб. Итак, осталось только нам найти, вот, Супер Шредера и Лео Космического. Лео Космический найден сразу же, и, а вот и Супер Шредер. Ну, супер. Итак, команда от Мишель Садатшоева собрана. Ну, и давайте-ка, друзья, сыграем. Итак, первым делом я попробую выбить Микки Мультяшного. Вот, хотя нет, друзья. И да, как забавно. У нас Микки из мультика, и у врагов Микки из мультика. Причем, особая способность Микеланджело Мультяшного, вот, благодаря такому забавному танцу, он может прокачивать уклонение. И теперь вражеский удар будет проходить мимо. Странно, вражеский Микки не прокачал уклонение, поэтому я сразу же его атакую, и для этого использую Саги Димба. Ударом катаны сверху он снимает большую часть здоровья Микки Мультяшного. Тот выживает, но и нам рисковать нету смысла, друзья. Лучше прокачать дополнительную защиту, благодаря образу Капитана Раяна, который активирует Лео Космический. Отлично. Итак, Микки ничего не делает, поэтому я постараюсь его выбить. И для этого Супершреддер метает свои костяные кунаи и все-таки добивает противника. Ну вот, здорово. Итак, дальше надо выбивать противника посильнее. Их, по моему мнению, это либо Раф Егения, либо Бакстер Стокман. И тот, и другой очень опасны. И, по-моему, даже Раф Егения опаснее, чем Бакстер Стокман. Ударом кулака сверху Астрозуб расплющивает, уничтожает противника. Супер. Вот, тем не менее, враг не сдается, и Микеланджело Егения прокачивает точность. Сплинтер атакует Супершреддера по изумным точкам. Усаги и Зимба отвечают контратакой, а Бакстер Стокман атакует при помощи ракет. И да, еще одна атака Усаги и Зимба. Итак, враг не прост. Враг продолжает атаковать, ну а я в свою очередь использую дымовуху, пытаюсь его подорвать. Вот. Под подкромом дымной завесы Микки бьет вражеского учителя сплинтера. Тот выживает. Ну а я пытаюсь еще усилить нашу команду. Для этого Усаги и Зимба используют особую технику. Отбивая стрелы, он прокачивает контратаку. Супер. Ну что ж. Итак, враги не атакуют. Тогда я попробую выбить все-таки учителя сплинтера. Выстрелом из бластера Лео Космический поражает и выбивает противника. Вот. Здорово. Итак, друзья. Есть возможность либо еще усиливать нашу команду, либо атаковать. И атака я считаю предпочтительней. Удар Супер Шреддера с шипами из-под земли выбивает Багстера Стокмана. Выживает только Микки Ведения и тот ненадолго. Ударом плеча. Вот. Астер Зуб уничтожает и этого врага. Ну что ж. Победа. Идеальный бой. Идеальная битва. И мы идем с вами дальше. Все выше по турнирной лестнице. Итак, давайте-ка посмотрим, кто дальше из подписчиков оставил свой состав. Итак, это у нас подписчик. Ага, друзья. Это подписчик с ником. Вот. Состав все черепашки Ниндзя Мультик и Сплинтер. Вот. Кстати, он попросил за прокачку героев. Ну а дальше, видите, он попросил взять его состав. Ну что ж. Мультяшные черепашки и Сплинтер. Это как бы классический состав. Вот. Достаточно крутой. Достаточно интересный. Вот. Никогда не надоедает. И сейчас мы его испробуем. Жаль, нельзя подобрать команду, чтобы были сугубо враги. Как видите, другие игроки, как правило, вот в свою команду включают черепашек. Вот. Хотел бы взять команду негодяем, но не получается. Все. В основном черепашки. Все. В основном положительные герои. Вот. Обновление ничего не дает. Ну вот. Хотя бы вот здесь Крис Брэдфорд, Бибоп. Ну. Ну и вот морозная кашка. Как бы, опять же, не сочетается. Ну и тем не менее, давайте, друзья, вот возьмем команду. Давайте возьмем с Шредером. Вот. Итак, сплинтер и черепашки мультяшные против Шредера и его помощников. Хотя там большинство черепашек, ну как-то так. Итак. Супер. Сплинтер есть, Донни есть. Ранний Раф вот активировали. Берем Микеланджело из мультика. Вот восстанавливаем и Лео мультяшного. Здорово. Итак, вперед. И напоминаю, команда от подписчика с ником докмок. Вот. Идут в атаку герои. Интересно, удастся ли нам сейчас выбить врага без проблем. Ну, я постараюсь. И да, друзья, давайте-ка не будем прокачивать уклонение, а сразу же начнем с атаки. Причем, попробую атаковать при помощи дымовухи Микеланджело мультяшного. Удар. Отлично. Удалось снять часть здоровья. Вот. На и враг не дремлет. Вражеский Микки классический прокачивает атаку. Ну, а я все-таки пытаюсь выбить Шредера. Для этого сплинтер бьет ударом тайной катаны и добивает противника. Ну, просто супер. Ну, что ж, друзья. Если так дальше пойдет, мы, в принципе, довольно-таки легко должны уничтожить оставшихся врагов. И да, Лео атакует ударом катаны. Срезает классического Микки. И, по сути, друзья, это победа. Вот. Вражеского лекаря мы уничтожили. У врагов осталось три героя. Они пытаются сопротивляться. Но смотрите, как работает наша контратака. Отлично. Ну, и, в принципе, друзья, давайте-ка не увлекаться. Потому что у Микки осталось только половина здоровья. Вот. Благодаря Доне мне удалось активировать дополнительную защиту. Вот. Кроме того, активирую особые способности Рафа из мультика. Он вызывает огонь на себя. Отвлекает от братьев. И враги вынуждены атаковать только его. Вот. Кстати, если бы Микки один-два раза ударили, он точно бы сложился. Ну, а так, как видите, все идет неплохо. Итак, давайте-ка я попробую добить Рокстеди Кролика. Для этого Сплинтер бьет по язвимым точкам. И что же, Рокстеди Кролик? Да. Он уничтожен. Кроме того, используем медитацию Лео, восстанавливая силы и здоровье всего нашего отряда. Супер. Ну, что ж, друзья, это победа. Микки уже кушает пиццу. Празднует победу. Рано, Микки. Рано. Нужно добить врагов. Вот. Выиграть это состязание. А там потом уже можно кушать. Хотя, смотрите, что творит Раф. Он контратакой добил еще одного противника. Ну, и надеюсь, что бой закончит Дони, просто забросав вражеского классического Сюрикена. Не получилось. Не сумел он это сделать. Ну, тогда пусть бой закончивает Раф. Итак, ударом Саи с разворота он поражает и выбивает противника, что и приносит нам победу в этом испытании. Просто-просто супер. Ну, что ж, хорошая битва, хороший бой. И мы идем с вами дальше. Вот, прорываемся все выше по турнирной лестнице и берем следующую команду от наших подписчиков. Итак, сердечко и подписку. Отлично. Конечно же, сделай со сердечкой подписку. Никому не жалко. Вот, только арбуз ванзая. Без проблем. Сейчас зайду и сделаю тебе подписку. Вот, супер. Ну, что ж, друзья. Итак, не жалко. Вот, следующий подписчик с ником Адам Икс. Состав. Кварда. Раф. Раф мультяшный. Раф оригинальный. Раф ролевой. Раф ведение. Ну, что ж, друзья. Довольно-таки интересный состав от Адама Икс. Вот, давайте-ка я попробую взять команду Рафов. Итак, было бы здорово тоже подобрать какого-то забавного противника. Ну, вот, в принципе, смотрите, какая интересная команда. Вот, довольно-таки высокого уровня. И сейчас я попробую взять четверку Рафов. Итак, Раф мультяшный. Вот. Итак, давайте-ка я, друзья, пересмотрю. Не уверен насчет классического. Итак, Раф мультик. Раф оригинальный. Раф ролевой и Раф ведение. Ага. Оригинальный, ролевой и ведение. Ну, что ж, сейчас я попробую взять эту составу. Состав. Итак, Раф ведение. Оригинальный и ролевой. Оригинальный, он же черно-белый. Ролевик и черно-белый Раф. Вот, Раф оригинальный. И осталось только найти Рафа ролевого. Ну, вот такая вот необычная, прикольная и забавная команда Рафов. И да, смотрятся они, конечно же, круто. Смотрятся круто, здорово. И сейчас мы попытаемся уничтожить и победить всех врагов. Итак, для первого дела, давайте-ка я превращу Рафа ролевого в индюшку. У него появляется особая способность месть. И за каждую атаку на союзника он будет мстить. Вот, отлично. Ну, что ж, друзья. Итак, давайте-ка я попробую кого-то выбить здесь. Причем, друзья, я думаю, надо выбивать самого сильного врага. Либо того, кто может прокачать дополнительную защиту. Кстати, у врагов нету лекаря. И все-таки, я думаю, я буду атаковать Бакс Криса Брэдфорда. Вот, и Раф Егения поджаривает его огненной струей, но Крис выживает. Ничего страшного. Раф оригинальный, в прыжке бьет ногой и, скорее всего, должен добить противника. Да. Крис Брэдфорд уничтожен. Кроме того, благодаря особой технике, Раф из мультика, вот, активирую ярость. И теперь наши атаки смогут наносить более разрушительный эффект. Вот, но и враг не сдается, доктор Роквелл прокачал дополнительную защиту. Что-то я забыл, что он может делать эту фишку, функцию. Кроме того, друзья, давайте-ка я попробую выбить сплинтера, пока он не начал усиление вражеского отряда. Итак, Раф бьет топором, наносит удар двадцатки, но противник выживает. И уже пошла ответка от врагов. Итак, доктор Роквелл забрасывает нас холодным оружием при помощи телекинеза. Вот, Донни оригинальный, использует очищение, пытается восстановить силы и здоровье своего отряда. Да, кстати, у него это получилось, кроме того, прокачал дополнительную защиту. Стиранка атакует, но контратака Рафа снимает большую часть здоровья, а Раф ролевой добивает противника. Ну, просто супер. Ну, что ж, друзья, это, по сути, мне кажется, победа. Осталось всего тройка врагов. И да, Раф мультяшный бьет Саи. Смотрите, как здорово он выбивает доктора Роквелла, и приходит его время и моей любимой атаки. Вот Раф превращается в огненное торнадо и просто выжигает оставшихся врагов, что и приводит нас к побеге. Просто-просто супер. Ну, что ж, хорошая битва, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, прорываемся все выше по турнирной лестнице и берем следующую команду от наших подписчиков. Итак, следующий состав от подписчика с ником Мортис Безрогов. Итак, Мортис попросил состав Супер Шредер, Крэд Биба Пластический, Рокстрей Фильм и Донни Ролевой. Ну, что ж, интересная команда. Сейчас попробуем ее сложить. Кстати, неплохо мы продвинулись по турнирной лестнице. Вот. И да, здесь вот довольно-таки интересный состав. Его и сразу же возьму. Итак, ищем Супер Шредера. Вот где-то здесь он есть. Сегодня уже, по-моему, третий или четвертый раз он сыграет. Вот. Все-таки прикольный, классный герой. Очень часто ее заказывают. Ну, а следующий герой от Мортиса Безрогова это Крэнк, Бибап, Рокстрей и Донни. Давайте-ка, друзья, сразу же найду Крэнка классического, а потом попробуем собрать оставшийся вот герой. Итак, Крэнк классический. Вот, здорово. Донни Ролевик. Вот, кстати, люблю этого героя. Сегодня еще его не заказывали, хотя напрасно. Вот, герой классный, герой прикольный, герой необычный. Вот, только здорово спрятался, не могу найти. Вот он. Итак, Донни Ролевик найден. И нам осталось еще найти Бибапа классического и Рокстрей из фильма. Так, Бибап классический к самом конце. Вот, а Рокстрей из фильма придется поискать. Итак, Бибап, Бибап классический. Вот он, а Рокстрей из фильма... Ага, вот он, друзья, Рокстрей из фильма найдет. Ну что ж, супер. Вперед в атаку и давайте-ка посмотрим, как справится сегодня наша команда. Удастся ли нам победить врагов без проблем. Итак, что нам надо делать? Первым делом, конечно же, я попытаюсь справиться с Донни Ролевиком. Вот, для этого мы метнем костяные кунаи. Вот, мощная атака Супи Шредера не достигает цели. Только половину здоровья удалось снять, но, возможно, нам поможет Кран Классический. Итак, активировав массовую атаку, он поражает врагов ядерной бомбой. Взрыв и Донни Ролевой выживает, хотя большинство здоровья удалось снять. Итак, друзья, давайте-ка я не буду рисковать. Вот, прокачаем дополнительную защиту благодаря, вот, магии Донни Ролевого. Кроме защиты у некоторых героев даже появилась броня. И вот теперь все-таки пусть Бибап попробует выбить Донни Ролевого. Мощная атака и враг повержен. Отлично. Вот, что дальше? Итак, враги пытаются активировать, ага, это иммунитет, да. Вот, Микеланджело оригинальный, прокачал иммунитет. Ролевик Микки обстреливает нашего Донни. Урон минимален. Кроме того, давайте-ка попробуем их напугать. Итак, вот так жутко Рок, кстати, из фильма кричит. Но это особо не напугало наш отряд. Смотрите, его как здорово пинают. Вот, ну, я думаю, друзья, не стоит рисковать. Пусть еще Супер Шредер защитит наш отряд при помощи вот тайной техники. Вот, прокачал дополнительную защиту, прокачал исцеление. А я, в свою очередь, вот еще усилю нашу атаку. Для этого Кран Классический вытаскивает себя же из своего скафандра комбинезона и призывает к атаке. Вот, здорово. Итак, что враги? Враги ранены. И я думаю, сейчас я попробую их добить. Для этого Донни Ролевой формирует огненные шары, забрасывает и выжигает сразу же троих врагов. Выжил только Бибоп из фильма, и тот ненадолго. Бибоп Ролевой подстреливает его из своего ружья и добивает, побеждает противника. Просто-просто замечательно. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Вот, я думаю, друзья, давайте-ка еще возьмем один состав. И сегодня на этом уже будем заканчивать. Не хочу затягивать видео. Итак, друзья, следующий состав от подписчика с ником Стас Склема. Вот, Стас подпросил состав. Саракзар, Супершедер, Раф Мультяшный, Донни Ведения и Стиранка. Вот, кстати, круто. Стиранка один из любимейших моих героев. Ну что ж, друзья, давайте-ка попробуем сложить этот состав. И надеюсь, что он получится крутым, интересным и забавным. Итак, Рахзар, Рахзар. Вот где-то здесь должен быть Стиранка. Если я не ошибаюсь, да, отлично. Вот те бойцы, которые сегодня не играли. Кроме того, мне нужен Супершедер, Раф Мультяшный и Донни Ведения. Вот, Донни Ведения, Донни Ведения. Я, по-моему, сегодня еще не играл. Да, Раф Мультяшный не играл. Сейчас его восстановлю. И еще остается. Кто у нас там? Рахзар, Супершедер, Раф Мультяшный, Донни Ведения и Стиранка. Рахзар, Супершедер. Ага, друзья, осталось только добавить Супершедера. Итак, по-моему, четвертый или пятый раз сегодня Супершедер у нас играет. Ну вот, нравится он нашим подписчикам. Ну, в принципе, я согласен. Один из лучших и прикольнейших персонажей. Ну, и, в принципе, выглядит очень ярко. Итак, Супершедер против обычного Шедера и его команды. Ну, звучит как-то так. Итак, первым делом давайте-ка пусть Рахзар привлечет внимание себе и попытается напугать врагов. Не сработало. Ну, тогда усиливаем нашу команду благодаря особой технике Шедера из мультика. Вот, прокачиваем защиту, прокачиваем исцеление. Пошла ответка. Микки ролевой обстреливает нас из лука. Шредер мультяшный атакует Рахзара. А что же кролики? Они трансформируются в огромное колесо и наносят смертельный удар. Вот, раня Рахзара урон минимальный. И да, пришло время Сиранка и моей любимой атаки. Либо пулемет, либо гранатомет. Выстреляем из гранатомета и снимаем сразу же большую часть здоровья. Просто супер. Кроме того, друзья, давайте-ка я усилю нашу атаку. Для этого до неведения рубит фигурку тигриного когтя. И еще усилим нашу атаку. Подключаем ярость Рафа. Вот, вот. Теперь врагам не сдобровать. И да, друзья, я забыл. У нас же Шредер может лечить. Надо срочно выбить этого врага, пока он не исцелил вражескую команду. И Рахзар в прыжке добивает Шредера из мультика. Отлично. Супер Шредер, в свою очередь, бросает Косиной Кунаи и выбивает кроликов. Вот, пошла ответка от Мики Ролевого. На это уже не важно. Вот так как Сиранка достает свой пулемет, стреляет и сметает оставшихся врагов. Что ж, это было круто. Это было круто. Это было здорово. Идеальная победа. Идеальный бой. И на этом, друзья, сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев вы хотите, чтобы я прокачивал в следующем видео. Вот, по возможности, я буду это делать. Также пишите свои составы. Согласно ваших отзывов и комментариев, я буду играть с ними. Начиная от самых первых. И пока получится. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.